Привет, это Питер Паркерович, и сегодня мы займемся товарищем Ли. После того, что он там натворил на инаугурации нашего полицейского друга, этот негодяй должен поплатиться. МД была права, здесь все кишит демонами. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. Да без проблем, на изи просто. Давай мы, знаешь что, мы попросим нашего товарища Дрона-паука расправиться с этими бандюганами. Вот он полетел, я ничего делать не буду. Оп-оп-оп-оп, так, тихо меня, кажется, сейчас заметят. Теперь я воспользуюсь вот этой паутиной. Полетело, отлично, и вон туда тоже давай. О, ништяк. Так, переключаемся вот на эту паутину. Ты у нас сейчас к стенке отправишься. Есть попадание, и вот с этим надо разобраться. Выкуси. Отличный маневр. Так, он встает, он встает. Но он сейчас ляжет. Блин, перезаряжайся быстрее. Да блин, у меня бы обычная паутина вырубилась. Но, тем не менее. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бугай! Черт, подери. Сейчас ультану нафиг. С Бугаем разберусь. Я теперь Бугаев могу... Бугаев могу, короче, крутить, вертеть на своей паутине. Ой-ой-ой, граната. Бугай, иди сюда. Блин, Бугай, все. Бугай опутан паутины. Со всеми разобрались, отлично. А я хотел ультанут. Ладно, с ними покончено. Нам сюда... Подхилимся. Потому что, походу, сейчас будет... Фаталити какое-то мощное. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. Подозрительно. Надо понять, к чему он подключен. Вот же провод идет. Он идет налево. Он идет налево. Вот щиток, вижу. Срываем. Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Конечно, пойдет. Электропаутинка. Ну, что-то вышло. Похоже, схеме нужно больше напряжения. Больше? Еще разок стрельнуть? А, нет, подожди. Зеленый. Зеленый горит. Значит, все. Ок, еще где-то щиток должен быть. Вот. Вот он-то где. Спрятался. Он внутри, что ли? А, нет, с другой стороны просто был. Надо найти электрощиток. Вот. Похоже, схема еще стабильна. Может, рядом есть еще электрощиток? Вот, е-мое. Так, подожди. Было... А, три провода. Вон, еще один. Еще один идет. Смотри. Почти все. Еще одного хватит. Давай-ка вот это вот мы разберем. Ага. Ага. Уходите, сударь. Двери открытые. Блин, тут так темно. Ненавижу потемки. Вообще. Конечно же, через веншахту. Ну, хотя это сложно назвать веншахтой. Ну, давай, паучок. Че-че-че, залезай. Таки не может залезть. Ладно, воспользуемся паутиной, раз ты такой дрищ. Старомодный. И... Подожди, мне вообще сюда надо было? Ага, вот тут двери есть, смотри. А, и все равно тоже через вентиляцию. Какие двери? О чем ты? Паучок не знает, что такое двери. Только окна. И вентиляция. Вот черт. Ой-ой-ой. Здесь они планируют свои атаки. Стоп. Это предвыборный штаб Осборна. Все пути начинаются с одного адреса. Нифига себе, они полгорода хотят взорвать. Они совсем офигели? Оружие из арсенала Фиска. Здесь тоже какой-то план. Бомбы на колесах? Еще не хватало. Я, кстати, по городу такие бомбы на колесах встречал. Ну, не совсем такие. Там поменьше бомбы было. Взрывчатка со стройки Фиска. Короче, вообще какая-то жопа. Что-то я еще не осмотрел. А, вот, смотри. Сплошные высокие технологии. Позже переработаю кое-что тут в свое паучье оружие. Это не война, банд. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Осборна. Привет. Нашел Ли? Нет. Но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И, похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. У Ли какой-то зуб на Нормана Осборна. Я нашел адрес. Похоже, это место преступления. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. Ну что ж, погнали. Погнали, попробуем их остановить. Юрий, это я. Давай быстрее. На меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес Центра Переработки Отходов. Там все доказательства. Поняла. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты наврал, сам будешь искать мне новую работу. Ух ты. Ли нам в этот раз... Ой. Юрий в этот раз нам поверила. Это хорошо. То есть мы потихонечку с ней срабатываемся. До этого она мне не верила, что Ли это демон. Очень-очень злой демон. Главарь демонов, точнее. А в этот раз она мне все-таки поверила. Ну хорошо. Мы эти машинки, кстати, видели возле стройки Фиска. Чтобы открыть страницу гаджетов. Так, нам что-то новое тут предлагают. Теперь вы можете изготовить мини-ловушку. О! Использую то, что нашел в Центре Переработки. Давай-ка затестим. Выбираем мину. И давай ее прикрепим сюда. О, зачетно. Это, друзья, называется кармическим правосудием. Хе-хе. Так, подожди. Я успею? Нет, еще одну поставить. Куда она поставилась-то? Что-то я не понял, где она? Какого лишь ты так поставил? Все через жопу иногда бывает. Даже у Человека-паука. Ты офигеваешь, да, от всего происходящего? Ладно, с тобой я разберусь, наверное, вот так. Не храпи. А где еще, чуваки? Чувак. Давай мы здесь мину поставим. Блин, у меня больше нет мин-ловушек. Мы используемся тогда электричеством давай. А, их там двое идет. Их там двое идет. Так, да, давай мы другого вон того зашокерим. Есть попадание. А с тобой разбираемся. У тебя тайм-аут. Готово. Отлично. Вон сюда. Ух ты, там снайпер. Ой-ой-ой. Че? Как это так вышло вообще? Как так вышло, что у меня сразу же спали? Это, видимо, снайперы. Все, снайперы. У меня мин нету. Есть бомбочки, есть дрон. Ладно, помоги мне, дрон. Теперь мне нужны... У меня вообще ничего нет из арсенала. У меня все кончилось. Это плохо, ребят. Ух ты, досталось незнатно. Давай покрутимся. Вот, отлично. Потанцевали и хватит. Ты лежи, не вставай. А то тебе вредно. С этим разобрались. Когда же мне ульту применить? Мне в комментариях все пишут. Когда ты будешь ультить? Отдай ствол. С пушками не гоже ходить на супергероя. Готов? Этот тоже готов. Со снайперами надо разобраться теперь. Снайпер один вон там. Эй-оу. Стол, а дашь? Что-то не захотела. Давай, ну тогда я его добью. И смотри, лазерный прицел прямо на меня смотрит. Сейчас надо добраться, скорее всего, до него побыстрее, чем он до меня. Есть. Еще где-то снайпер. И где-то последний сидит. Давай просканерим. А, вон, вон внизу. О, это совсем скучно. Ага. Попробую до него достань еще. Готов. Сектор зачищен. Ли снаружи нет. Проверю внутри. Такой вырвал дверь. Что там за бумажка красная? Словно штраф за парковку. Чек из автосалона. Всадник на бледном коне. Недешевый тюнинг. Что еще я тут могу найти? Что еще? О, карта. Еще одна карта. У них базы по всему городу. И склады демонов, и жетонов базы получать я буду теперь. Понятно, еще одни жетончики. Все намного серьезнее. Похоже, у демонов целая армия. Мне хватило и одного светящегося хлыста. Справишься? Не уверен, что конкретно я ожидал, но точно не это. Ой, 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 как у вас много выбежал-то. Ничего себе. Сен-Джей, я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб Осборна. Отлично. Ты нашел Ли? Нет. Но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Отлично. Короче. Меня этот первый раз уже порвали. Тут такая толпа выбегает просто от ас. А ульты у меня не было. А теперь у меня ульта есть, и я сейчас их размотаю. Ой, а зачем я фотик-то включил? Ой, мина. Давай в обраточку. Сейчас по красоте все сделаю. Не переживай. Ульта! Ну, держитесь! Просто загляденье! Что, со всеми разобрался? Он тут просто валяется, смотри. Вот, теперь все. Подожди, я на обычную паутину, а то я истратил свои бомбы. Готово. Все, больше никто не выбежит. Фух. Серебряная птица, мы спускаемся на точку. А это кто? Там еще один. Солдаты Осборна, что ли? Оружие к бою. Что-то новое. Нет, нет, этот мой. Ладно. Я убью этого, ублю. Эй! Так дела в нашем городе... Нет! Делаю! Код ЧП-1. Эй, эй! Может, сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1. Код ЧП-1. Ждем указаний. Код ЧП-1 принят. Есть контакт. Ждем серебряную птицу. А ты кто? У нее какие-то разрубные патроны, мощные. Подруга! Ты не ошиблась? Как эффектно. Восемь из десяти. Вот жопа. Девять из десяти. Отпусти! Он работает с нами. Юрий, может, объяснишь? Это Сильвер Соболинова. Глава Соболь Интернешнл. Частного агентства. Ее нанял мэр Осборн. О, у мэра есть ручная армия? Вмешаешься в другой раз? Я не буду столь добра. Иди. Все потом. В смысле? Я за вас всю работу сделал. Я разнес этих демонов. Ты опоздала. Какая-то жопа эта блондинка. Сидовласка. Это не блондинка. Это Сидовласка какая-то. Привет. Прости за все эти дела Соболин. И все случилось так быстро. Не успела сказать. Все в порядке. Мы все равно друзья. Мы не друзья. Ты разбиваешь мне сердце. Короче. Мэр полностью доверяет Соболю. Мы проверили тот адрес, что ты дал. Собрали много доказательств с попытки взрыва. Но ничего на Мартина Ли. Я работаю. Привет, МД. Слушай, я нашла информацию о других активах Мартина Ли. У него собственность по всему городу. Эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании. Я проверю. Сообщай обо всех находках. А я соберу факты воедино. Договорились. Я направлюсь в офис Ли в пир, чтобы понять, почему он так поступает. И что планирует делать дальше. Хорошо. Передавай привет Мэй. Погоди. Ей же ничего не угрожает, да? Нет. У Ли одна единственная цель. Норман Осборн. Так, мы прибыли к Мэй. Сейчас посмотрим, что у него там в кабинете. Может, что-нибудь найдем. Питер. Раз ты за главную пока мистер или нет, кто делает твою работу? Я. Но помощь мне не помешает. Есть кандидат? Вообще-то да. Его зовут Майлз Моралес. Откуда я его знаю? Это его отца награждали в ратуши. А. Я говорил с ним на похоронах. Он очень не глуп. Просто у него трудные периоды. Знавала я такого мальчика. Помню, работа мне помогла. Вдруг и ему поможет. Вот номер его мамы. Да. Я ей позвоню. А от мистера Ли не было новостей, а? Нет. А что? Да просто. У меня есть еще время до работы. Пойду осмотрюсь. Может быть, где-то смогу тебе помочь. О, ты не обязан. Я знаю. Я сам хочу. У меня есть время до работы. Какая работа? Ты бомж вообще? У тебя нет места жительства и нет работы. Тебя отсюда выперли. Надо проверить офис Ли. Пойдем, короче, посмотрим, что наверху. В кабинете Ли я найду улики. Рад, что ты в порядке. Да, пока держусь. А что со мной? Сказала, ты застал взрывы. Я за тебя молился. А, точно. Кабинет закрыт. Как мне туда попасть? Без шума. Через вентиляцию. Как? Как? Через вентиляцию, конечно. Она тут должна быть. О, вон. Конечно, вентиляция есть. Так, но мне здесь нужно так сделать, чтобы меня никто не запалил. Может, где-то есть вентиляция? Так вот, над тобой, блин. Никогда не видел этой комнаты. Блин. Ни черта не вижу вообще. И сканер не работает. Со сканером было бы проще. Что это? Электричество. Удерживайте, чтобы прицелиться. Ну, давай. Зачем такая мощность? Я понимаю, но номер договора в офисе мистера Ли, а куда, ну, не попасть. Я перезвоню сразу, как получу информацию. Нет, я не знаю, когда точно. Ничего интересного. Так, мы в кабинете Ли. Комната, что я видел из воздуховода. Она должна быть прямо за алтарем. Родители Ли. Похоже, в рамке замочная скважина. Я думал, родители Ли отказались от него. Зачем хранить память о тех, кто тебя бросил? Рассказ о призраках, которые отец Ли читал ему. О демоне, которого можно обуздать только самоконтролем. Помни, говорил старик. Только равновесие может обуздать силу демона. Без него чудовище сокрушит любого, кто попытается его подчинить. Ну, кажется, Ли обуздал его. Так, там Ли с кем-то, я не знаю, кто это. С президентом, может. Ли так много сделал для Нью-Йорка. Не верю, что внутри него таилось столько зла. Он, типа, балансирует. Там же было сказано, что нужен баланс, чтобы починить вот это зло. Суперспособность его. Что на рабочем столе вообще? Давай посмотрим. В компе, может быть, что? Ох, ключик. Чего у него тут написано? Давай почитаем. Октябрь 2018 года. Уилсон Фиск арестован. Не могу поверить. День, которого я ждал, о котором мечтал, наконец наступил. Ли кажется запутавшимся. Как будто он и не хотел так поступать. Паркер, можно я прочитаю? Но меня огложит сомнение. Смогу ли я пройти через все это? Стоит мне сказать слово, и все начнется. Мои люди заберут оружие Фиска, его взрывчатку, его секреты. И мы используем все это, чтобы преподать Норману жесткий урок. Он узнает, каково это, собственными руками разрушить то, что любишь больше всего на свете. Но ради этого придется пожертвовать многим. Если мой план увенчается успехом, все, что я создал в пир, все добро, которое я принес городу, пойдет прахом. Мой час настал. Но меня терзает сомнение. Может быть, повернуть назад? Часть меня хочет именно этого, но... Демон голоден. Сомневаюсь, что у меня хватит сил его сдержать. Ладно, давай откроем фотогалерею. Ли. Вставляем ключик. Какой-то замок с секретом? Здесь есть раз, две ручки, короче, надо как-то поворачивать. Ух ты. Так. Давай теперь вот эту ручку повернем. Да, вот так. А, все, я понял, кажется. Сейчас, подожди. О, открыл. Что ты прячешь, Ли? Да у него тут целое расследование какое-то было. Осборн, Осборн, Осборн. А вот маска, кстати, с оружием. Ли передавал свои силы другим. Как Ли наполнял это своей силой? Биоэлектрическая индукция? Фазовый сдвиг? Короче, тоже какая-то научная штука. Ли помешался на масках. Это что-то из Юнга? Вроде того, что он должен притворяться кем-то, чтобы выпускать тьму из себя. Притворялся демоном, пока не стал им. Давай рабочий стол посмотрим. Смотри, тут фотка в негативе. Жуть. Есть еще диктофон. Моя сила растет, впитывая мой гнев. Отец сказал бы, что я сбился с пути равновесия, но он не понимал. Чтобы победить монстра, нужно стать им самому. Ну, как бы... В чем-то он прав. Человек-пук, он же тоже, по сути, монстр. Он же непростой человек. Он паутину пускает. Он там по стенкам лазит. Своего рода тоже монстр. Здесь все о нормане Осборне. Вся его карьера. Ли, похоже, помешался на нем. Что еще я здесь могу изучить? Что еще я могу здесь изучить? Есть папка, давай ее посмотрим. Ого. Это папка, которую MJ нашла на аукционе. Это может помочь мне понять, что планирует Ли. Давай возьмем ее. Пригодится. Он установил ловушку, чтобы никто живым не вышел. Ничего себе. Но он не думал, что Человек-паук сюда заберется. Ха-ха-ха. Давай через вентиляцию выходим. Тогда что? Ты же можешь? Оп. Блин. А, может быть, перегрузить сеть? Что вообще сделать? Ну да, перегрузить сеть нужно. Раз. Где-то еще должен быть. Два. Еще один. А, в них по три раза надо стрелять. Еще один. Понятно. Если бы это нашла полиция или мы, даже думать не хочу о последствиях. А это что? Так, как мне отсюда выбраться? Ну как как, через дверь. Отодвигаем эту штуку и выходим. Привет, Питер. Мистер Ли. Я думал, вас нет в городе. Ты нашел то, что искал? Мартин, ты здесь. Я возьму. Спасибо. И скоро снова уеду, к сожалению. Просто хотел забрать кое-что. Ты, наверное, слышал про ратушу. Да. Страшно. Питер был там, но ему повезло. На сборище Осборна? Не знал, что ты фанат. Что ж, главное, вы в порядке. Аминь. Но подрывники на свободе. Кто знает, что они планируют. Думаю, вам с Мэй вовсе не о чем тревожиться. Если будете держаться подальше от опасности. Что ж, мне пора. Когда вернешься? Когда закончу. Стойте, стойте! Гаденыш, да? Что за... Он скрылся. Капитан Ватанаба. Я, наконец, нашел доказательства. Они в центре пир в китайском квартале. И что я там найду? Милую даму по имени Мэй Паркер. И кое-что очень странное в офисе Ли. И слушай, он планирует еще одну атаку. Где? Когда? Пока не выяснил. Но кажется, он хочет применить дыхание дьявола. Звучит разрушительно. Что это? Вещество, созданное в Аскот. Возможно, биологическое оружие. Тут целая папка с данными о нем. Пока придержу у себя. Пришлю копию, как смогу. Мы проверим его офис. Если доказательства стоящие, объявлю его в розыск. Эмджей, привет. Я просто так. Питер, привет. Можно я перезвоню? Я думаю, ты будешь рада. Погоди, а почему ты шепчешь? Просто тут происходит кое-что. Может, поужинаем вместе сегодня? У меня? А, конечно. Могу приготовить. Круто. Пока. Погоди. Помнишь, ты говорила об искажающем прикосновении Ли? Думаю, я только что видел его. Где? На меня только что бросились милейшие бездомные. Вот только... Тихо, глаза светились. И я вспомнил, что Юри говорила мне что-то подобное об охраннике, выпустившем Шокера. Так Шокер и правда работал на Ли? Тут все взаимосвязано. Есть еще кое-что. Но лучше расскажу уже за ужином. Ага, пока. Ужин. Что мне приготовить? Блин, ну хоть какая-то хорошая новость за сегодня. Поужинаешь, наконец-то развеешься. Паркер, что ты... А куда вообще? Что, у меня личное время, что ли? Задачи никакие. О, привет, доктор. Как дела? Паркер, чудесные новости. Жду тебя. А, типа, сейчас? Это мой момент истины. Так хочу показать тебе. Круто. Но меня тут на ужин позвали. Может позже? Ужин подождет. Ты должен это увидеть, Питер. Ну, ладно. Сейчас буду. О, старикан, ты все мне обломал. Я что, снова нанят на работу? Пожалуй, заскочу. На минутку. Ты же говорил, что у тебя есть время от работы, бабушки Мэй. А теперь ты уже нанят на работу. Выдываю агентов. Доложите обстановку в Вест Виллидж. Ну, еще звонок от Дока. Питер, хочу убедиться, что ты все еще свободен. Пока я не могу тебя платить, но я потянул за ниточки, и какое-то время мы можем не бояться волков. Если продолжим работу, я уверен, что новая версия проекта привлечет инвестиции. Крупные инвестиции. Будь готов. Держу кулачки, док. Что здесь происходит? Ой, кажется, моя штука не долетела до них. Надо переместиться. Переместиться. Давай туда. Как насчет дрона? Раз, дрон. Два, дрон. Пускай разбирается пока. А я заультую. Да в Нью-Йорке так даже за место для парковки не воюю. Вообще не касаясь земли. Это причем солдаты этой девчонки. Белобрыцание. Седовласки. Ай-яй, меня-то не стреляйте, нифига себе. У них патроны такие интересные. Жетончик получил. Меня не обманешь, мистер Бука. Я знаю, что нравлюсь тебе. Ты тоже ничего. Это он кого? Солдату сказал, что ли? Ладно, возвращаемся, значит, к нашему работодателю. Оп-па. Он, конечно, бабки мне платить сейчас не сможет. Но что-то очень интересное покажет. Какую-нибудь разработку для Человека-паука. Это Соболь-контроль. Боссу нужен отчет об обстановке в Челси. По нам стреляют демоны. Нужна подмога. Ребят, извините, я на работу. Снова в халатике. В мятом халатике. Октавиус Интер... Чего там? Индуст... Индастриас. Индустриас. Привет, доктор. Привет, Питер. Освобожусь через минуту. Я думал, тебя отсюда выселили, док. Сколько тут всего нового. Пойдем посмотрим. Сколько коробок. Надо подумать над организацией рабочего пространства. Где вы взяли все это оборудование? Да, с миру по нитке. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. Ну, ок. Как роботизированная рука поживает? Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, мы все время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо. Так должно сработать. Правильно. Я тоже за это. Что людей нужно улучшать. Готов? Значит, походу, это рукой кружку просто раздавит. Все хорошо? Черт! Это все твоя вина, Норман Сокин-ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. Извините. У меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Баркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть? А я здесь все подготовлю к новому запуску. Блин, на самом деле, Отто очень жалко. Значит, простите, что спрашиваю, но похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории, подружились, решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте. Вы были у истоков Аскорб? Да я наполовину и есть Аскорб. В старших классах назвали два О. Добавить Корпы, вот. Так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе. Опять головоломки. Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. Ой. Ладно. Посмотрим, что мы можем тут сделать. Тут не так. Надо перенаправить цепь. Надо перенаправить цепь. Мы ее можем убрать. Поставить здесь вот такую. Кстати. Кстати. Реально, мы можем напрямую прогнать. Слушай. Так. Давай посмотрим, что мы... А, нет. Напрямую не получится. И тут все заблочено, да? Вот эти мы вытащить не можем. Ясно. Напрямую тоже не получится. Окей. Значит, нам нужно вкруговушечку замутить все это дело. Вкруговушечку. Вот это повернуть можем. А, смотри. Мы отсюда можем убрать. Во, кстати. Во. Вот. Мы все это можем убрать. Поставим здесь пятачок. Четверочку. Блин. А дальше, смотри. Шестерка есть. Возможность закруглить. Давай попробуем. А, нам нужно все равно пропустить через минус 4. Через центральную. Блин. Это капец. Как сложно сейчас будет сделать. Один. Да. А, ну, в принципе, должно хватить. Должно хватить. Значит, здесь будет прямая сто процентов. Здесь тоже будет прямая. А здесь у нас закругляшечка обычная. Обычная закругляшечка. Разворачиваем. Здесь тоже. И сюда. Ну-ка. О, все. Получилось. О. Ты не хочешь попробовать сам? Ну-ка, что-то с рукой. У нас получилось. Теперь нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно, нет. Сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь. Я разберусь. Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? За обновленный мир? Блин. Паркер такой душевный. Пропущенная Тэнджей. Доктор, мне надо бежать. Вернусь позже. Не волнуйся. Работа подождет тебя здесь. Что это? Кажется, у меня там новые очки талантов появились. Давай посмотрим. Костюм новый открылся. Я тут, кстати, пока сам играл, пооткрывал костюмы. Вот этот вот негатив. И вот этот качковый такой. Надо, кстати, тебе показать их способности, ульты. Сейчас. Мне понравилось, на самом деле, знаешь, что? Где, блин? Рокерсы еще костюмы открыл. Ну, рокерский такой себе. Шоковый удар мне очень понравился. Очень классная штука. Прям я балдею с нее. Так. И еще костюм какой-то новый. Давай посмотрим. О! Костюм борца. Возможность бросать на паутине врагов, не оплетенных паутиной. Это пассивная способность или как? Или это все-таки ульта? Если как ульта, то это фуфловая способность. Вот честно. Вот смотри, еще какой-то костюмчик открылся. А, ну еще не до конца он открылся, но он смотрится прикольно так вот. Все, тут понятно по навыкам. Я тут уже много чего прокачал. Инноватор почти весь закачал. И вот последний талант здесь в этой ветке. Я его прокачиваю. И теперь мне дозволено бросать предметы, нанося урон всем врагам рядом с целью. Это очень круто. Следующую ветку я, наверное, буду качать... Ну вот это вот, наверное, давай. Защитник. Идеальное уклонение теперь есть в списке приемов. Мне просто нужно вовремя уклониться, и я получу дополнительную концентрацию или что там. А, нет, в лицо буду паутину пускать противнику. Контратака, короче. Прости, я пропустил твой звонок. Наш ужин в силе? Ужин? А, да. Я звонила по другому поводу, но... Да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь. Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока не дома, но куплю что-нибудь и дам знать, как вернусь. Хорошо. До связи. Хех. А я парился об ужине. Так, ужин у МДжей. Сложно что-либо испортить, ведь никто ничего и не ждет. Вот-вот. Она, по-моему, и не ждала его. До ее звонка я могу немного поработать. Поработать. Пойду тогда, наверное, кошечек половлю, да? Или научную лабораторию Генри. Помочь ему там немножечко. Давай сюда, в лабораторию, короче. Лев Металл. Резервные... Че-то там. Эта станция собирает лишние данные с остальных. Нельзя же покушаться на серверы Аскорб. Сделай одолжение, проверь, не сломалось ли в ней что. Если да, то остальные станции работают зря. На сервере совсем нет места. Он почти переполнен. А это нарушит работу системы, и Гарри потеряет все. Нельзя этого допустить. Так. Рядом есть резервный сервер университета. Отправлю излишек данных туда. Но надо быстро перенастроить линию передачи и связать станцию с сервером. Активный приемник легко найти. Надо только поднять. Так, пора искать следующее звено. Следующее звено вон там. Давай, включай ее как-то. А, ее прям вот, направить нужно. Есть. Продолжаем в том же духе. А я ничего не пропустил случайно. Но вроде нет. Так. Дальше. Чем занято все место на серверах Гарри? Похоже на цепочки ДНК, но над этим научные инстанции не должны работать. Ну, блин, че ты не зацепился за крышку-то? Куда нам? 15 секунд, у меня время еще идет и таймер. Ох ты, е-мое. Хорошо, что я увидел своим левым глазом, что там таймер. Дальше. Вон туда. Соберись, Пит. Какая разница, что на сервере, если все сотрется? И вправду. Отлично, прыгаем. Че, вон та вышка? Нет, это не вышка. Где вышка-то? Вышка, вышка, вышка. Где-то она тут вот должна быть. Но я ее вообще в упор не вижу. Вон там что-то светится, но... Блин, 20 секунд. Вышка... Вон она. Вообще в другой стороне. Она же близко. Осталось еще три вышки. Блин, перед ужином такой фигней занимайся. Вообще капец. Еще у нас вон туда. Чуть не упал. Так, я кажется, вышку перелетел. Тебя куда направить? Ни черта не вижу я. Куда? А, вон туда. Слишком... Я уже должен видеть сервер университета. Слишком быстро голову верчу. Хоп. И последний. Туда? Нет, не туда. Вон туда. Есть. Осталось перенаправить данные. Быстрее. О, блин. Опять эта штука. Ладненько. Значит, тут у нас залочено. Нам нужно через низ. А так, а так, а так. Понятно. Поехали. Сюда минус два. Дальше вниз. Идем по прямой. А, мне кажется, не хватит. Тут по прямой не надо идти. Слушай, да, тут по прямой не надо идти. Тут надо забернуть. Давай обычный поставим. Так. Здесь минус два. Прямо. Посмотрим. Здесь плюс четыре. Здесь опять поворот наверх. Здесь. Возможно, я тут что-то не так делаю, конечно. Понимаешь, оно? Хорошо. Да. Здесь. Угу. 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 Короче. Мне нужно вот это куда-то поставить. А куда это поставить? Я знаю, куда это поставить. Это убираем. И сюда ставим. Это уже неплохо. Вот. Сюда обычную. Здесь плюс. Плюс. Сколько нам? Два надо? Ну, пусть плюс один. Нет, плюс надо. А, ладно. Вначале так сделаю. Посмотрим. Блин, опять не так. Нужно поменять местами что-то. Что-то типа вот этого. Здесь тоже уберем. Хорошо. Вот. И заходит сюда. Нет? А, надо развернуть. Подожди. Вот. Значит, нам нужно минус один сделать. Для этого у нас есть минус три. Уже неплохо. Вот. А, нет. Я не так все сделал. Понятно. Ладно. Тогда мы здесь добавим. Мы здесь добавим плюс четыре. А, больше нет плюс четыре? Черт. Во. Вот так вот. Готово. Работает. Ничего себе тут интернет. Оптоволокно виртуальное проложил. Все перенесено. На время хватит. Скажу Норману, что Гарри нужен еще сервер. Он не откажет, узнав, насколько станции полезны. Че там? Когда ужин? Может, пора? Привет. Я купила продукты в магазине. Не терпится увидеть, что ты приготовишь. Лечу. Попробую тебя удивить. Я как раз тут рядышком. Наконец-то. Ужин. Развеемся. Отдохнем сейчас. Вот это я называю личные дела. Всем постам. Нападение на МКС. Извините, у меня личная жизнь. Питер. Ты не поверишь, что случилось. Помнишь адрес, что ты мне дал? Я была там. Эмджей. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Ранее, в тот же день. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место? Блин, походу. Похоже, ужин у нас обернется выслуживанием рассказов Эмджей. Собственно, она вот сейчас это рассказывает, а мы представляем, как это все было. Ну, если ты тихонечко прокрадешься... Эй, кто это там? Стойте! Прокрались. Ну что ж, я думаю, что на этом мы будем закругляться. Что-то серия какая-то нудноватая, да? Видимо, скоро будет экшен. Серьезный экшен. Обычно после нудятины всегда происходит какое-то жесткое месиво. Ну, а на сегодня это все. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну, а мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи. Босс еще не дадит.